приветствую всех любителей винограда сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами о формировках о том как подвязывать виноград как за ним ухаживать постараюсь все объяснить довольно понятно простым языком что и как немножечко коснемся формировки на беседке в общем то расскажу все нюансы итак начнем здесь у нас двух плоскостная шпалера но на самом деле она может быть и одна плоскостная все зависит от того какие материалы у вас есть для строительства сего сооружения и конечно от места я потом покажу одну плоскостную шпалеру что у нас по формировкам смотрите вот она шпалера здесь три куста начнем с крайнего он у нас идет только в одну сторону рукавчики почему потому что при такой формировки достаточно легко укрывать винограды про укрытие рассказывала много раз тут уже останавливаться не буду то есть достаточно легко укроет достаточно легко ухаживать то есть крайне они идут в центр только в одну сторону но уже центральный центральный куст у меня это лора она идет рукавами в обе стороны и что у нас здесь вот в одном из прошлых видео я вам рассказывала что винограды плодоносят на однолетних побегах прошлого года вот смотрите до проволоки вот это вот все это старая древесина и вот пошел вот он прошлогодний побег вот мы его загнули и положили на проволоку но здесь их может быть несколько тоже покажу на других шпалерах там два три потом когда вот эти почечки они у нас начнут расти вверх и дорастут до самого верха а может быть даже и больше то есть тут уже смотрим по загущению чем хороша такая формировка смотрите вот здесь есть определенное количество старой древесины что для растений хорошо особенно некоторые сорта они очень отзывчивы то есть мы могли бы привязывать например не вот так условно как она называется система нулевого куста вот вот тот куст который идет в одну сторону он считается нулевым то есть например на нем либо на этом мы бы могли укладывать вот сразу отсюда от центра лозы и пускать в стороны видите получается что вот здесь довольно большое расстояние здесь старая древесина что хорошо для растений и повторюсь для некоторых сортов наличие большого количества старой древесины очень важно они очень надзывчивых например русский рань и такая формировка достаточно удобно для того чтобы потом растение на зиму укрыть то есть довольно легко его отсюда снять и на землю положить поэтому это очень удобно но здесь значит один рука в одну сторону если две плоскости вот видите там то у нас кишми шлочистый вот пошло тут два рукава дальше уже будем смотреть как вот эти почки пойдут вверх будет там какое-то загущение и нет пока ничего не убираем не проламываем пусть они себе растут значит если бы мы например пустили это все вверх про просто вверх на шпалере оно бы росло во первых это очень сложно укрывать на зиму тогда мы понимаем что мы не укрываем уже как нам повезет это раз во вторых вот при когда мы укладываем в горизонтальное положение вот эти ветки вот эти почки они будут хорошо расти иначе если мы просто пускаем вверх я уже говорил винограда есть такое свойство как полярность и тогда будут хорошо расти только верхние почки то есть условно мы загоняем урожай на самый самый верх а внизу получаем почти ничего и как обещала показываю что на беседке смотрите здесь шпальера одноплоскостная и тоже получается вот растет но пока еще малыш пока еще малыш он пойдет в эту сторону там на углу у меня сидит кишмиш запорожский вот пока позволяет место он пошел в одну сторону рукавчик и в другой то есть мы смотрим по нагрузке растения сколько она может вытянуть вот там я вам показываю лору четыре больших рукава растения взрослые сильные поэтому можем позволить если растение слабенько это вот вот там второй год малышу поэтому такой маленьким потом потом он ляжет вот сюда и будет плодоносить где-то здесь кишмиш запорожский будет плодоносить больше к тому углу и вот смотрите то есть это беседка вот она плоскостная шпалера как я уже говорила если бы у нас был еще один рукавчик можно было бы сейчас покажу тоже на второй стороне еще один положить и 3 можно положить просто смотрим что потом у нас не было очень сильного загущения вот здесь когда пошло вверх так вот при беседочной формировки условно беседочной то есть это классическая формировка но если вы хотите свою беседку озеленить да по весне по осени конечно это не будет очень зеленый я думаю что где-то через месяц уже тут заплетется почти все и виноград выполнит и функцию озеленения и свою основную плодоносную функцию вот здесь смотрите аладдин вот один рукавчик второй рукавчик то есть тут пускаем 100 столько чтобы чтобы у нас поместилась не было сильно загущен и все это мало того что когда она идет вверх я конечно летом еще покажу у вас это будет красиво эстетично она не будет торчать все в разные стороны вот этой земли а будет ровной и аккуратной стеной потому что для многих беседочная формировка это вот так соседский участок немножко покажу то есть все запускается вверх в общем то здесь вы получите только функцию озеленения как я рассказывала где плодоносит виноград на каких побегах то есть ухаживать за этими побегами будет крайне сложно и в большинстве своем получается что при таких вот формировках они просто вырезаются в общем то получите только зелень плюс вопрос зимой конечно как каждый решается видите даже при нормальной формировки можно получить и функцию беседки и зеленые изгородей и при этом получать виноград ну либо получить только зеленый изгород и покажу еще здесь вот она старая древесина и там дальше пошли рукава и в эту сторону тоже вот она вот она старая древесина видите они даже по цвету отличаются и вот пошли однолетние побеги прошлого года ну как видите здесь уже на проволоке и по 3 примотана на ускоренном я вам показывала как это делается ну в общем то можно обматывать вокруг проволоки можно привязывать ниточками веревочками зачем хотите что есть подрочно то есть чем привязать проволоки разницы вообще нет никакой но здесь скажем так мы еще оставляем запас посмотрим когда будет сезон я еще расскажу и про длинную и про короткую обрезку как растение реагирует про зеленые операции то есть вопрос следующего видео но пока оставляем для того чтобы был запас и для того чтобы можно было выбрать самые лучшие самые крепкие побеги на которых будет наибольший урожай на сегодня это все что я хотела вам рассказать на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свое мнение по поводу приобретения черенков и саженцев под видео нажав кнопку еще будут мои контакты и до скорых встреч пока